Вначале естественным способом является какой-то внешней формой деятельности. И в этом смысле, соответственно, получается, что в течение жизни ребёнка, буквально с момента рождения или, может быть, до рождения, пожалуйста, есть разные взгляды. Но наблюдать-то проще после рождения. Поэтому после рождения точно. Постепенно проходит ребёнок определённые этапы. Ну и вот первый этап был так, ну, как бы это сказать, так романтично, но так и жёстко романтично, был обозначен у Мелани Кляйн как шизоидно-параноидный. Ну, как бы утрировано, но речь идёт именно об этом. Речь идёт об ужасе, речь идёт о генерализованных реакциях. То есть, когда у нас реакция ужаса, в общем, может немножко притормаживаться, тогда она становится тревогой. Ну, неопределённой, разлитой тревогой. И в этом смысле, если ребёнок может находиться в тревоге какое-то время, то это, значит, следующий этап. Потому что это тот самый период, в который, может быть, что-то усвоено, что-то организовано. Но что важного у разлитой этой самой тревоги и ужаса, это одно и то же, то есть и там, и там нет объекта, которого боятся. Как только объект появляется, это становится страхом. И когда у нас страх, то это всё равно вариант привязанности. То есть, на самом деле, страхи возникают на более позднем этапе. А на том этапе, который относится к шизоидно-параноидному, собственно, страхов-то не возникает. В этом смысле, если у человека формируются страхи, то это хороший признак. То есть, это означает, что он находится как бы на более высокой ступени в сравнении с тем, кто просто в таком вот или в разлитой тревоге, или в ужасе пребывает. А вот то, что касается следующего этапа развития. И как бы в первый этап развития я, ну как младенец, должен обучиться расширять вот эти зоны, когда я могу что-то обнаружить, заметить и вообще сознательно что-то отрегулировать. То есть, как бы результатом вот этого первого этапа является выработка некоторого терпения. То есть, когда, в общем, ну мне уже нехорошо возникает какое-то беспокойство, и я не понимаю, что это, но я еще какое-то время его терплю, и не перехожу вот к этому судорожному отреагированию, ну вот к этому поведению ужаса. То есть, когда, соответственно, реакция является такой генерализованной судорожной реакцией. Потому что именно в этот промежуток, ну, собственно, возникает сознание. Понятно, когда у нас идет судорожное отреагирование, сознания нет. Когда мы находимся в нерване удовольствия, тоже сознания нет, потому что оно ни к чему. Ну, вообще стоит напомнить, что психика – это просто приспособительный механизм, который позволил очень сильно расширить ареал обитания вот этого животного под названием человек. То есть, просто это нормальные приспособительные механизмы, ничего больше. Не надо мистифицировать, что это ради каких-то высоких целей создано. Да нет, это создано ради того, чтобы данная обезьяна могла жить, я не знаю, за полярным кругом. Ну, вообще в разных условиях совершенно. И в этом смысле очень важный момент – это выработка вот этого состояния терпения. Того состояния, которое в гештальтерапии было обозначено как источник вообще творческого приспособления, возможности творческого приспособления, состояние предразличия. Ну, потому что когда я уже что-то узнал и чего-то добиваюсь, куда-то двигаюсь, то, в общем, дальше это спланированные механические действия, и в этом смысле там нет творчества. Пока я еще совсем ничего не заметил, и вообще у меня нет сознания, то, понятно, это тоже не творчество. А творчество – это как раз тот процесс, когда фигуры не очень ясные, когда мы можем увидеть как-то и так, и так, и использовать одним способом или другим. И для этого нужно, с одной стороны, терпение, возможность оттормозить вот эти какие-то генерализованные реакции, и с другой стороны, возможность хоть немножко управлять процессом. Ну, не надо обольщаться, управлять совсем немножко, потому что понятно, что основная масса того, что происходит телесно, это никак не регулируется. То есть просто если мы сравним деятельность, там, не знаю, активность гладкой мускулатуры и поперечно-полосатой, то у нас это будет на порядок больше в гладкой мускулатуре. То есть большинство всего, что происходит короче у нас, мы не осознаем, а это без шансов. Вот. Но все-таки немножко есть вот эта зона, когда хоть что-то можно осознать. Вот. И дальше, как бы вершиной вот этого развития является обнаружение другого. И обнаружение того, что между мной и другим может возникнуть, ну, какое-то изначальное, первоначальное, минимальное вот это вот взаимное осознавание. То есть это комплекс оживления. Почему про него так много говорят? Потому что вот эта вот реакция ребенка на лицо человека, ну, или на рисунок, который обозначается, она вроде является такой, с одной стороны, врожденной, импринтинговой, а с другой стороны, в общем, формирующей вот эту вот связь. И как бы переходом в следующую стадию. А в следующей стадии нам предстоит справляться с необходимостью другого человека. С тем, что мне как младенцу для моего благополучия нужен другой, как выясняется. Вот. А этот другой не всегда оказывается рядом. И тогда мне нужно продолжать развивать вот это терпение, подавляя, соответственно, вот это отреагирование, которое может меня разрушить, разрушить наши отношения. В любом случае разрушить мой, собственно, вот этот же диалог, потому что я к нему буду не способен, находясь вот в таком эффективном отреагирующем состоянии. И в этом смысле моей задачей, как задачей младенца, является вот расширить вот эту возможность. То есть все-таки для того, чтобы между нами диалог вот этот состоялся. Для того, чтобы эту возможность расширить, мне нужно подавить свою активность. В пользу внимания. Ну, понятное дело, что если я двигаюсь, и, ну, скажем, если мышцы напряжены, то, собственно, органы чувств работают хуже. Вот. А если я двигаюсь, то я тоже чувствую меньше. То есть для того, чтобы мне чувствовать, в общем, мне нужно подавлять активность. Что такое подавление, другими словами? Это депрессия. И поэтому эта фаза в развитии ребенка, вот опять-таки в этой утрированной манере такой теории объектных отношений, она была обозначена как фаза депрессивная. То есть это депрессивный этап развития. То есть о том, когда я уже достаточно цельный, чтобы желать, ну, контакта, связи с другим человеком, очень важным для меня, но и с другой стороны, как бы испытывать переживание потери при отсутствии другого. И как-то с этой потерей справляться. Вот. Если я обучаюсь с этой потерей справляться, то тогда этот период я прохожу хорошо, вполне. Если я не обучаюсь, то есть, ну, обучаюсь справляться, ну, каким-то очень примитивным способом, ну, например, просто отвлекаясь, не замечая еще чего-то, то вот этот самый голодный такой дракончик, который желает контактов с кем-то, он у меня всегда на готове. И вот он всегда готов вцепиться в кого-нибудь, в кого-нибудь или во что-нибудь. А дальше, соответственно, как распознать вот эти реакции. Ну, у вас же бывают такие ситуации, когда кто-то вам позвонил, и вы никак не можете закончить разговор. Ну, скорее всего, этот человек находится в пограничном таком состоянии или, в принципе, склонен ко всяким пограничным реакциям. То есть, зацепился, отцепиться вы не можете. Ну, вот уже вроде и хочется отцепиться, а никак не получается. Ну, точно такие же реакции у себя бывают. И можно на себя начинать сердиться за то, что я вот боюсь отцепиться и как-то на эту тему переживаю. Вот. То есть, в этом смысле, то, что касается второй фазы, самое главное здесь – это вот такая прилипчивость, привязанность, привязывание к чему угодно, привязывание, зависание. Ну, то есть, вроде и не нужно было куда-то идти, но как бы пригласили, зацепился и тащусь следом за компанией. Вот работает этот механизм. Вот. Вроде бы и не хотел там, ну, не знаю, что-то есть. Но когда пришел, ну, вроде заодно, ну, и как бы и подключаюсь, подчиняюсь, присоединяюсь, сливаюсь. То есть, тогда, когда вот эта потребность в том, чтобы привязываться, привязанность вот эта, она является прилипчивостью, она является такой вот основной. Вот это вот то, что касается пограничного. То есть, в общем, если при шизоидности очень важна вот эта вот отгороженность, потому что, не потому что шизоид такой злой, а потому что ему со своими делами бы разобраться. То есть, у него столько всего, он со своим телом не знает, что делать, потому что тут столько всего. Вот зачем? Ну, и руки, на руках пальцы. Еще на ногах тоже, да господи, кошмар какой-то. И всем этим как-то управлять надо, замечать, да это просто осознать. Поэтому масса шизоидов идет в разные телесные техники. То есть, на самом деле, как бы, вот, соответственно, йога – это прямо такое место, где вот люди этого склада… Да-да-да-да, самые разные телесно-ориентированные вот вещи, они прямо убежище, потому что они дают вот шизоидному человеку шанс хоть как-то разобраться вообще со всем этим хозяйством. Как вчера встретилось какое-то высказывание, очень правильное, что у вас нет души, у вас есть тело, вы – душа, у которой есть тело. То есть, тело – это тот предмет, который принадлежит душе, а не душа принадлежит телу. Вот какая штука. И в этом смысле тело нам от природы не дано. То есть, есть некоторый такой процесс воплощения, в телеснование, который проделывает ребенок в попытках освоить, а что это такое, а для чего это, каким образом там хотел чего-то, ну, не знаю, палец пососать, а в глаз попал. Вот, и обидно же, да. Ну, и так далее. То есть, это все приходится осваивать, весь этот механизм. Вот. Поэтому как раз шизоидные переживания, они многие как раз именно младенческие, они очень понятные, они у нас бывают и возникают. А вот те, которые переживания следующие, вот эти депрессивные, ну, вот они характеризуются обратным, вот этой прилипчивостью, привязанностью, вот этой метапотребностью в другом. То есть, обнаружением того, что другой человек является вот таким гарантом моего существования. Что я, конечно, могу следить за тем, следить за этим. То есть, ну, конечно, можно там, не знаю, ночью выйти, идти там к машине, вот. Но вообще другой человек, который был бы гарантом благополучия, был бы все-таки полезен. То есть, вот это совершенно пограничная история такая получается. То есть, когда оживилась, включилась вот эта вот вещь. Потому что, ну, вот эти подростки, которые попытались там познакомиться, они скорее источник агрессии, источник вот как раз опасности, нестабильности. То есть, какая-то ситуация, которая непонятно к чему. Дальше. То, что касается, ну, вот пограничности. Конечно, здесь будет много путаницы. Больше всего путаницы будет при попытке описать вот этот термин пограничное расстройство клинически. Поэтому лучше я, давайте, начну с таблицы, а потом уж мы перейдем, я там немножко скажу на эту тему. И вот если по таблице, то в этом смысле это как бы два направления. Одно направление шизоидное – это направление «от», с тем, чтобы проверить вот себя и бога ради. Главное, что вот это вот мое. И второе – это направление наоборот, где то, что мое, не настолько важно. То есть, я готов поступить со своими интересами, своим пространством, еще лишь бы вот был кто-то. То есть, вот это вот желание присутствия кого-то, оно очень важно. И поэтому качество личности здесь оказывается вот эта нуждаемость, зависимость, беспомощность, переживание, что а как же я без этого человека справлюсь, вот, а как же я буду там, вот. Ну и таким образом получается, что вот внутренний объект, который, ну, про который вчера я говорил несколько слов, вот про шизоидный внутренний объект, он имеет другие характеристики. Вот, если в одном случае это вот пожирающий или сожранный, да, шизоидный такая структура, то вот во втором случае он с пограничным расщеплением. Вчера я говорил о шизоидном расщеплении, то есть о расщеплении таком, когда просто одно отдельно от другого. Как говорят, где имение, где вода, вот, ну, то есть много разных отдельных процессов, которые происходят, вот. Вот, и они как бы сосуществуют, иной раз поразительно, как человек не замечает, что то, что он делает, это вот какие-то противоположные вещи. Ну, тем не менее. Вот. А то, что касается пограничного расщепления, это расщепление на хороший-плохой. Ну, вообще в теории объектных отношений там много вещей гораздо сложнее, потому что там есть вот это понятие отрицательного объекта. То есть отсутствующий объект, который маркируется как плохой объект. То есть отсутствующая мама – это плохая мама в тот момент, когда мне нужно. То есть это не реальное отсутствие, а это как бы плохое качество. Вот. И вот это плохое качество, оно выводится как некая вторая часть, ну, вот, другая сторона этого же объекта, как бы оборотная. И задачкой все время является от этой оборотной стороны как-то отделаться, куда-то ее спроецировать, с одной стороны. С другой стороны, эту негативную часть постоянно нужно искать, обнаруживать. И в этом смысле, как бы, погранично организованный человек, он постоянно ищет, где враги. Вот. Потому что это помогает как-то структурировать жизнь. То есть наше, не наше, вот это хорошее, это плохое, еще чего-то. Вот это деление – это вот пограничная основа просто. Вот. С тем, что один из полюсов, понятное дело, вытесняется. То есть если вот мы вместе, то, ну, конечно, ты во всем прав. Ну, даже если не прав. Ну, потому что мы вместе. И в этом смысле погранично организованный вот человек, как бы, все время готов принести реальность в угоду привязанности, в угоду зависимости. То есть, и, в общем, согласен на любые искажения за то, чтобы быть вот как-то вместе. Вот. Ну, а понятно, врагам приписываются все негативные качества, все хорошо. Именно поэтому я всегда недостаточно хороший. А достаточно хорош кто-то другой, к кому я привязываюсь. Вот. Достаточно хорошая – это присутствующая мама. И мать здесь получается тогда у нас нянчащая, балующая, вообще очень хорошая такая. Вот. И бросающая, отсутствующая периодически. Вот. То есть, как бы усиливающий этот контраст. Мне трудно иметь свое отдельное мнение или составлять отдельное мнение. Об этом мне проще, ну, уточнить у кого-то, кого я уважаю, с кем сливаюсь, а как мне нужно говорить, как мне нужно думать. То есть, вот это вот пограничная такая вещь. И, в общем, ну, это и основная и проблема такая при пограничности – это иметь, поддерживать умение у человека, ну, и право его на свое суждение, и иметь отдельное суждение. Потому что, в принципе, в общем, коллективистическая культура такая, которая была, ну, в свое время просто идейно соответствующая духу. Ну, вообще, надо сказать, что очень старому славянскому, ну, который потом был использован и вот в советское время, и, в общем, коммунистическому духу, связанному с коллективной ответственностью. Когда самая главная была принадлежность коллективу, это специально воспитывалось, то есть, когда, соответственно, какие-то меры порицания, например, в школах, там, ну, вот, применялись не к отдельному человеку, а как бы к группе целиком. То есть, коллективная ответственность, да? Это же термин очень специфический, он только здесь встречался, как такая воспитательная мера. То есть, в этом смысле, та культура, которая долгое время у нас взращивалась, это была такая культура пограничная во многом. Ну, у нее есть плюсы, у нее есть минусы, то есть, она позволяет, в общем, и вправду выживать, ну, вот, группе людей в такой довольно агрессивной среде. Она, например, культивирует подвиги, вот, ну, потому что, соответственно, подвиг – это какое-то действие во имя вот этой группы людей, и как бы, когда, как это, общественные интересы выше личных и так далее, и так далее. То есть, это просто то, что поддерживалось всячески. Если шизоидность – это более индивидуалистическое такое направление, но оно не по-настоящему еще индивидуалистическое, то есть, это попытка появиться, попытка стать собой, то вот пограничное, вот это направление – это попытка к чему-то примкнуть, с чем-то связаться, стать каким-то таким же, как, другие и так далее, слиться. Вот. И поэтому избегаемый опыт, который самый страшный – это покинутость. То есть, боится быть оставленным, брошенным, нарушает дистанцию в сторону сближения. Вот. Если такое возникает, ну, скажем, если мы работаем там с ребенком-аутистом, да, и обнаруживаем, что он не теряется, да, все-таки, а на самом деле как-то следует, значит, все в порядке, значит, у него уже следующий механизм-то работает, значит, он не такой уж аутист, и с ним можно справиться. А настоящий аутист, вы его не удержите, он ушел и ушел, у него нет вот этой вот привязки. И в этом смысле тогда вам приходится за двоих работать вот с таким ребенком или с таким взрослым, с тем, чтобы удерживать его в слиянии, потому что, ну, в отношениях, потому что просто он сам делать не будет действий. Вот. А здесь то, что касается человека с зависимостью, то он будет нарушать дистанцию в сторону сближения, будет как бы требовать так, чтобы, ну, обязательно вы созванивались там все время, вот, вот, ну, не знаю, каждый день, чтобы быть в курсе, где, что, как, вот, стремится удержаться в слиянии, заканчивает предложение за другого, продолжает разговор, когда разговор должен закончиться, ну, и так далее, много-много-много всяких таких примет, подстраивается по голосу к тому человеку, с которым разговаривает. Вот это же все, набор вот именно такой, пограничный. И поэтому основные эмоции, которые пугают, это подавленность, депрессия и переживание вины. Чувство вины, оно здесь постоянно, потому что чувство вины вообще можно уделить отдельное, здесь несколько слов еще сказать, вина, ведь она заменяет отношения. То есть, когда мне не хватает отношения от человека, то, в общем, если я чувствую себя виноватым по отношению этого человека и винюсь, то как бы я общаюсь с его фантомом. Ну, то есть, в этот момент я переживаю, чувствую свою привязанность по отношению к этому человеку. И в этом смысле чувство вины, оно говорит о том, что у нас, вот, соответственно, пограничная часть испытывает такой голод. Основные сопротивления, ну да, понятное дело, интроекция и конфлюенция. Ну, интроекция каких-то идей, убеждений, хоть какой-то части от другого, в надежде, что удастся этого другого привязать, разделив с ним какие-то, ну, идеи, планы, действия, еще что-то. Вот, за счет этого мы привязываемся. И поэтому отношения с другими, понятное дело, зависимые от других. Вот. Ну, поведение в терапии – это отреагирование в разных формах. В первую очередь, эмоциональное отреагирование и попытка вот эмоционального присоединения. То есть, в этом отношении попытки так эмоционально прилипнуть к другому, посочувствовать, да, вот. Очень хорошее для пограничного человека – это обнаружение каких-то гадов, врагов. Вот, ну, я нахожу твоих врагов, и вот вместе мы начинаем там злиться как бы на них, и вот в этом можем слиться, в этом чувстве. То есть, вот это вот пограничные отреагирования. Вот. Ну, и, значит, а что нужно делать терапевту, терапевтическая установка? Оставлять место для собственной жизни клиента. Это самое главное. То есть, обозначать, что это вот, ну, это вот одни суждения одного человека, это другие. Вот у меня есть какие-то мои, а у тебя-то какие-то, что сам думаешь? То есть, поддерживать вот эту вот автономию, самостоятельность. Поддержка собственных суждений и автономии. И позиция тогда у терапевта должна быть не такая мягкая, как при работе с шизоидными, а наоборот, жесткая, твердая, конфронтирующая, потому что здесь конфронтация просто необходима. Потому что без конфронтации невозможно отлепить от себя. Вот действительно хорошо вот такого прилипающего пограничника. И в этом смысле поддерживать автономность, поддерживать самодостаточность и так далее. Вот это то, что касается этой самой таблицы Мастерсона. Пограничные расстройства, которые обозначаются у Кернберга, тем не менее, связаны с содержательным. И содержательная часть, это, соответственно, получается идентичность, то есть диффузия идентичности. То есть, если у нас идентичность, соответственно, личности, ну а как это определяется? Также через идентификацию объектов. То есть, например, если это так, как бы, ну объяснить без такой терминологии, как это выглядит. Ну, например, клиент рассказывает мне о каком-то другом человеке или о себе, а у меня не складывается образ этого человека, то у кого-то из нас пограничное расстройство личности. Возможно, у него, а возможно и у меня. Может быть, у меня это не расстройство, а пограничное состояние. Ну, поэтому все время нужно проверять. То есть, я могу, конечно, проецировать и считать себя непогрешимым, и думать, что все это из-за того, что у клиента что-то не в порядке. Но вообще у меня может не собираться из-за моего состояния. Ну, вот это вот, как бы, важные диагностические критерии, это вот диффузия идентичности. То есть, собственно, который отделяет зону неврозов в диагностике, соответственно, цикле вот этой самой первичной диагностики. Ну, потому что прежде, чем брать человека в терапию, нужно сначала вообще выяснить уровень расстройства, соответственно, то, насколько я как психотерапевт могу оказаться полезен. И есть ли у меня соответствующие навыки и соответствующие условия для того, чтобы работать вот с человеком с такой глубиной расстройства. То есть, вот если у меня никак не создается единый образ того, что человек рассказывает о себе или о других, то тогда лучше, в общем, мне оценить, насколько я тут могу. И дальше более или менее понимать мою емкость, вот как психотерапевта, то есть, сколько пограничных клиентов я могу потянуть. Потому что то, что касается невротика, он сам будет работу делать. Вот. А то, что касается, соответственно, пограничного, часть работы по интеграции вот образа, его собственного образа и описаний, придется делать мне. То есть, реально в этом содействовать. Содействовать за счет чего? За счет того, что мне меньше удается делать этой работы самому в отношении себя. Поэтому, если я много работаю очень с пограничными, то тем самым моя собственная идентичность начинает размываться. То есть, в этом смысле пограничные – это достаточно сложно. Ну, вы можете сказать, что, ну, а как же шизоидное еще сложнее? Ну, да, сложнее. Но дело в том, что, поскольку там нет такого позитивного завершения, то, в общем, и не страшно. Что сможете, то и давайте. Это все полезно. Потому что все равно полного счастья вы там не добьетесь, а, соответственно, улучшить что-то – пожалуйста. То есть, здесь вы, вот в первой части, вы гораздо свободнее, а во второй тут приходится отдаваться, потому что, ну, как бы, вот это вот прилипание, оно требует определенной работы, чтобы вот отодвинуть от себя. То есть, и это, в общем, это достаточно такая серьезная работа. У тех людей, которые, ну, имеют, как бы, опять-таки, эта метафора такая неаккуратная. Ну, я просто сейчас буду неаккуратный, ладно, метафора? Потому что просто уровень разный, да? И я могу уйти вот в теоретические описания очень подробно, но боюсь, что тогда мы начнем вдвоем только общаться. Вот, ну, может быть, не вдвоем, но там в двадцатером. А двадцать человек будут совершенно, ну, так, как это, отдыхать. Вот. Вот, поэтому я так перехожу все время в область таких еще, тоже метафор. Ну, и вот такая неаккуратная метафора, ну, мне понравилась какое-то время, это про такую раскормленную потребность зависимости. То есть, когда человек, который испытывает вот эту потребность в том, чтобы избыточно привязываться, все-таки ему удается быть настолько ловким и настолько, как бы, ну, организованным соответствующим образом, чтобы привязываться, прилипать, вот. И, в общем, у него как бы эта потребность все время подкрепляется, ну, как я не знаю, как вот там человек с избыточным чувством голода, например, там обеспечивает себе хорошо нахождение там пищи, да, и начинает постепенно обжираться. Дальше происходит условно то, что у него желудок растягивается, и дальше для того, чтобы ему почувствовать себя сытым, ему нужно съесть больше. Его организм все это вот настроено на то, чтобы этого было больше. Вот точно такая же метафора про потребность привязанности, потребность зависимости. Вот это происходит, соответственно, с химически зависимыми. И поэтому для того, чтобы работать вместе с этим человеком, ну, лучше всего работают те же химически зависимые, но переставшие употреблять, потому что у них тоже вот этот желудок, про привязанность зависимость такой, он очень большой, раскормленный, им тоже много надо. То есть поэтому вот разные системы, в которых поддерживается, ну, та же 12-шаговая система, она поэтому такая успешная, что там поддерживается она за счет людей с такими же особенностями. Потому что для человека без таких особенностей это получается, ну, слишком обременительно, слишком разрушительно, вызывает там гораздо больше неприятных каких-то переживаний сложных. Вот. Ну, и здесь в этом смысле пограничное. Ну, в начале, когда, собственно, ну, это было в каком же году-то, 93-й, что ли, или 94-й, когда я вот эту схему первый раз встретил, пытался адаптировать, я писал даже невротическое, в скобках пограничное. Потому что в советской классификации подобное поведение скорее было, обозначалось как невротическое. Вот. То есть ближе к этому. Но на самом деле вот в оригинале было borderline, то есть как раз пограничное. И дальше. Вот эта вот дикая путаница, это то место, на котором все время буксует, оно меня ужасно раздражает, но вот это как вот дорога, по которой едешь-едешь, тут раз грязь такая вот обязательно в этом месте. Вот. Вот она и в этом месте есть. Потому что, с одной стороны, пограничное. Это когда у нас, ну вот есть малая психиатрия, неврозы, все так спокойно, да? Есть большая психиатрия, вот, где психозы, и тоже все понятно. А между ними пограничное. Да, абсолютно другое. От слова то же самое. Вот. О, это хорошая вещь, химическое вещество. Ну, просто как бы в шуточной форме, но это все описано. Ну, очень много плюсов. Очень много плюсов. Ну, скажем, такое описание, формирование перехода из отказа от созависимости в сторону зависимости. Вот. Это, например, следующая картина. Вот у нас есть такая, ну, стандартная, абстрактная семья. Папа, который пьет, мама, которая, соответственно, зависит от того, выпил папа или не выпил, и ребенок, который зависит от мамы. И в этом смысле настроение мамы, поведение мамы для ребенка очень важно. Вот только регулируется оно не им, а регулируется оно, пришел папа у нас трезвый или пьяный. И в зависимости от этого мои отношения с мамой такие или такие. Вот. Вот что такое созависимость. То есть, когда я завишу от кого-то еще. Ну, например, созависимость, это когда, скажем, ну, женщина выходит замуж, а муж зависит от своей мамы. И, в общем, то, что ему делать, куда передвигаться, все какие-то решения, в общем, зависит от того, как мама посмотрела, сказала и так далее. Все, она оказалась в положении созависимости. Да, понятно. То есть, у нас есть, собственно, зависимый и есть зависящий от него. Вот это вот созависимость. И вот дальше, соответственно, этот сынок растет, 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 растет. И в какой-то момент находит выход из положения. Ну, папа же нашел. И папа зависит вот от этого устойчивого вещества, которое лучше, чем вообще мама. И так далее. И, значит, фактически он заявляет, как там в свое время, ну, не знаю, как это на столе там у кого-то из американских президентов было, что фишка дальше не идет. То есть, я сам решаю все. И вот в какой-то момент этот вот уже выросший ребенок решает, что, ну, нет, все, теперь вы будете зависеть от того, напился я или нет. Фишка дальше не идет. Я становлюсь вот главным в этой цепочке. Переворот. Понятно. То есть, то, что касается, конечно, зависимости, это такая борьба зависимости, автономия. Ну, и в этом смысле, ну, мы можем, соответственно, припоминать многие направления. Вот я сейчас только как бы на направление, связанное с Кляйн, ссылался, на направление, связанное вот с Кернбергом, Мастерсоном. Ну, например, скажем, к вопросу о той же привязанности автономии, это один из этапов, обозначенный у Эрика Эриксона, например, в развитии человека. Ну, и так далее. То есть, вот эта вот зависимость автономии, это очень такой важный момент. Вот. И тут есть тоже еще такой пункт, который как раз, ну, раз уж, да, все-таки клинический-то аспект стал важен, который неполиткорректный по ДСМ-4 и так далее. Вот. Статистические данные. Ну, помните, я говорил, что, соответственно, шизофрения и расстройство шизоидного спектра, все вместе взяты, ну, по мере глубины, вот, они все больше к мужчинам имеют отношение. А, соответственно, парапограничные расстройства, 75% женщины. Понятно, да? То есть, как бы, по структуре характера, по поведению и так далее, это то, что вот... нет, самые разные, вот. Нет, это статистика, которая приведена была там по США, то есть, ну, тем не менее. Вот. Дальше. Еще. 70% пациентов с данным расстройством замечены в злоупотреблении алкоголем или наркотиками. Из пограничников, да. То есть, это специфически пограничное. Вот. Ну, по многим параметрам. Ну, помните, я обозначил сначала как вот эту депрессивную позицию, да, как это было, соответственно. Ну, ведь для чего у нас наиболее частое применение, скажем, алкоголя? Как антидепрессант, на который, в общем, не требуется специальных рецептов, а можно вот... То есть, антидепрессант, миорелаксант, ну, вообще, прекрасная вещь. Вот. Дальше. Еще один пункт, который относится к этой же пограничной части. Важным признаком расстройства является суицидное или самоповреждающее поведение. При этом процент завершенных суицидов порядка восьми. То есть, 92% якобы попыток суицида это просто усиленные угрозы в разной форме. А остальное это скорее по случайности. Вот. И в этом смысле все, как правило, основным отпусковым механизмом, триггером для самоубийств, попыток самоубийства в этой истории являются межличностные ситуации. То есть, кто-то кого-то бросил и в соответствии со своим представлением, значит, у нас человек с пограничной организацией старается другого наказать, ну как? Ну так, как он понимает, что другой будет от этого страдать. И в этом смысле вот бывает, что нашла коса на камень. Когда, скажем, человек с пограничной организацией на самом деле связывается с человеком с шизоидной организацией, для которого... Отвали таким способом! Отлично! Как это? Через труп, так через труп. И ты умрёшь, и я пройду. Боже мой! Даже спокойнее, даже лучше, даже легче. И в этом смысле эти столкновения, они такие... Понятное дело, что поскольку у нас к шизоидным реакциям склонны мужчины, а к пограничным женщины, то это некое вообще стандартное содержание мужско-женских отношений, которое периодически, значит, вот, соответственно, приводит вот к таким всяким последствиям. Вот. Ну, что же дальше? Ну, давайте дальше всё-таки критерии по ДСМ-4 с тем, чтобы вы клиническую часть могли себе тоже представить, но клиническую часть не нашу, вот про пограничность, вот в этом смысле, как мы говорили сейчас, а клиническую часть их пограничность, как вот качество, как личностное расстройство. Итак, нужно пять и более из следующих признаков. Ищите у себя эти признаки. Обнаружьте у себя свою пограничность. Вот мой призыв к вам. Потому что она есть. Весь вопрос её контролировать как-то, ну, хоть как-то про неё знать, как и что. Итак, первое, это склонность прилагать чрезмерные усилия с целью избежать реальной или воображаемой участи быть покинутым. Ещё раз. Склонность прилагать чрезмерные усилия с целью избежать реальной или воображаемой участи быть покинутым. Насколько это бывает. Склонность прилагать чрезмерные усилия с целью избежать реальной или воображаемой участи быть покинутым. Вот. Второе. Это склонность вовлекаться в напряженные или нестабильные отношения. Склонность вовлекаться в нестабильные или напряженные отношения. Что делает такой человек с развитой шизоидной частью, когда чувствует, что что-то напрягается? Он говорит, ну, все, до свидания, я пошел. Вот. Потому что ему вот эта вот часть абсолютно не нужна. А что делает пограничник? Говорит, подожди, подожди, будем выяснять отношения. Вот. Вот это вот такое нормальное пограничное действие. Вот. Эти взаимоотношения, они характеризуются обычно чередованием крайностей, идеализации, обесценивания. То есть то вот вообще другой такой идеальный, очень хороший, хороший прям, то значит он такой прям нехороший, и поэтому нужно с ним тоже объясняться. А чего объясняться, если нехороший? Нет смысла. Вот. Хорошо. Нет, на самом деле это как бы под часть второго, но вообще можно и отдельно. Давайте так и сделаем отдельно. Чередование крайностей, идеализация, обесценивание. Вообще я бы это в отдельный критерий выделил. Вот. Тогда у нас будет четвертое, это расстройство идентичности. Заметная и стойкая неустойчивость образа или чувства «я». То есть неустойчивое представление о себе. Ну здесь много разных параметров. То есть если мы обратимся к школе, ну такой индивидуалистической психологии, ну и как бы обратимся к последователям Адлера, Адлеру и так далее, то вообще там речь пойдет о силе «я», то есть о том, что сила «я», вот мерцающая такая. Ну, в общем, по-разному. Вот. Ладно, тогда пятое будет импульсивность. Вот есть ли у вас импульсивность, которая проявляется как минимум в двух сферах, которые предполагают причинение себе вреда. Например, трата денег, ну чрезмерная трата денег, да, временами. Ну так вот раз, не собирался вроде, а что-то и просадил. Вот. Причинение себе вреда. Другое – сексуальное поведение. Ну вот держался, держался, потом… Да, во все тяжкие, да, тоже. Вот. Злоупотребление психоактивными веществами. Понятно. Ну вот, значит, так тоже временами выпить как-то. Вот. Нарушение правил дорожного движения. Сюда же. Вот. Ну, едешь-едешь, а все, нет как бы места для разворота. Да. Чрезмерное переедание. Сюда же. Вот. Не знаю, может быть. Да. Может, это как раз идеалистическое такое. Вот. Понятно, да? Да. Бывает ведь? Бывает. Ага. Слава Богу, что следующее не у всех бывает, хотя, в общем, достаточно часто. Это шестой пункт тогда. Рецидивирующее суицидальное поведение, намеки или угроза самоубийства, акты самоповреждения, причинение себе вреда разным способом. Вот. Седьмое тогда – это аффективная неустойчивость, очень переменчивое настроение. И, как правило, таким показателем являются определенные периоды дисфории, то есть раздражительности, дисфории, тревоги, ну, вообще такого вот негативного настроения, плохо объяснимые, обычно продолжающиеся в течение нескольких часов, ну, реже там дней. Вот. Восьмое – это постоянно испытываемое чувство опустошенности. Девятое – неадекватные проявления сильного гнева или трудности, связанные с необходимостью контролировать чувство гнева. Например, частые случаи проявления раздражительности. Хорошо. Неадекватные проявления сильного чувства гнева и трудности, связанные с необходимостью контролировать это чувство. Например, частые случаи проявления раздражительности, постоянный гнев, повторяющиеся драки и так далее. Причем человек как-то не замечает то, что это он вообще-то является источником этих действий. Вот в то время, когда я собирал, так как-то коллекционировал разных интересных людей из области как раз зависимой среды, ну, вот был один такой алкогольный персонаж, ну, он алкоголен-наркотический, из такой творческой среды, ну, да, сценарист. Вот. И как раз в этой, в консультации вот этого государственного центра мы с ним там работали, вот, где он рассказывал о том, что вся его жизнь сплошные случайности, вот. Ну, и когда я его спрашивал, ну, естественно, опрос про органическое состояние, там, ну, какие-то болезни, еще что-то, вот. Он, значит, ну, я говорю, были какие-то вот травмы черепа там, были какие-то... Он говорит, да, было семь тяжелых стрясений мозга. Вот. Я говорю, ой, как интересно, это вот хобби у вас такое, как это получается. Он говорит, нет, абсолютно чисто случайно, все по-разному совершенно. Вот. Один раз, значит, соответственно, ехал с подружкой там, вот, такой, ну, она не умела водить, я решил ее поводить, но не учел, что, конечно, потому что пьяный сам был тоже, не учел, что гололеты, значит, въехали в стол, вот одно сотрясение мозга, да, такое. Ну, случайный же. Ну, чисто случайный, что вы. Вот. Другое, значит, это где-то в баре у него там был спор по поводу... Не помню, да, по поводу кого-то, в общем. И полез он в драку, в результате получил табуреткой по голове. Ну, чисто случайность, то есть он же... Ну, и так далее. То есть и дальше весь список был вот такой случайности про самоповреждающее поведение, которое там, как бы, ну, включало обязательно какой-то этап алкоголизации, и потом, значит, влезал в какую-нибудь историю, которая приводила к тому, что он, значит, получал по голове. Если все то же самое, то человек осознает, что он все-таки виноват в этой случайности сам? Вообще-то. Ну, тогда у него несколько больше шансов подумать, ну, а что же к этому приводит, и попробовать что-то... Вот для меня это вот путь эволюции, в котором я опять сейчас нахожусь, в том месте, где я не знаю, как правильно. Вот. Потому что вначале я думал, что неправильно насильно направлять человека, вот который живет таким способом, ну, осознавая, ну, например, пьет сознательно, вот, да, вполне осознает, что да, алкоголик, ну, а почему? Никто не живет вечно. Я имею право пить. Вот. Социально ничего не нарушают, да, говорит человек, и все нормально, имеет право. И, в общем, ну, как-то это нехорошо, такого человека принудительно куда-то направлять, или вообще как-то вот... Ну, потому что это его стиль жизни, он имеет право вроде так жить, да? Ну, у него это его жизнь, почему нет? Почему мы должны как-то вмешиваться? Вот был у меня такой период. Потом у меня был такой период, когда я думал, что, ну, вообще-то говоря, у него нет сформированной мотивации. Зачем бы ему стоило еще, вот на что еще бы употребить эту жизнь? И тогда получается, что вроде бы мне стоило бы с этим человеком поработать на предмет другой, совсем не по поводу того, что пить не надо, а по поводу его мотивации. А вообще ради чего, ну, стоит-то вот так мучиться? Вот. И поработать в области мотивации. Потом я думал, что работа в области мотивации тоже немножко нечестное действие. Потому что, ну, это же я хочу его как-то замотивировать. Тоже. То есть, мне кажется, что в этой области какого-то хорошего, в общем, там это длинный путь. То так думал, то так, то так, то так. И видел разных людей, и по-разному относился к тому, что было. Ну, и понятное дело, что на этом пути и много всяких, ну, как, ну, и смертей от добрых пожеланий, например, от попыток улучшить ситуацию. Ну, вот, скажем, история, относящаяся к зависимости, которую просто я наблюдал с соседом. Он был старше меня, ну, лет на 5, на 4-5 лет приблизительно. Вот. И, соответственно, ну, переболел в детстве какой-то болезнью, которая довольно сильно его ослабила интеллектуально. И в этом смысле, ну, его уровень такой развития, он был несколько сниженный. Ну, не такой, чтобы совсем до полной беспомощности, ну, как бы, вот простые работы там какие-то он выполнял, что-то вполне нормально жил, реагировал, еще что-то. И пил, понятное дело, тоже. Вот. Но пил он очень аккуратно, он как бы определил свою норму, вот он эту норму выпивал, и, соответственно, как бы потом шел отдыхать. Вот он там работал где-то в одном месте там, соответственно, дворником. Потом, ну, далеко есть, не удержался, сложно, значит, перешел поближе куда-то. Ну, в общем, как-то работал более или менее, пил. Ну, до той поры, пока родственники не решили, что, ну, он же пьяница, его надо вылечить. Вот. И дальше они вот это его поведение, которое его поддерживало, разрушили. То есть для него как раз помещение в этот самый стационар оказалось, как бы, на самом деле, разрушающим вот именно его этот образ потребителя, вот пьяницы. Да, пьяница, дворник, нормально. Вот. А в этой ситуации он от потребления такого вот умеренного регулируемого перешел, соответственно, к срывам. Вот. Причем он перешел к срывам, потому что пока он там был в стационаре, он от других там, этих самых, как-то выучился прятать, хитрить, пользоваться более дешевыми суррогатами, потому что до этого он просто по его интеллектуальному уровню ему самому это не получалось. То есть ему нужно было обучить, что вот вообще-то вот это можно, еще вот и так далее. И, в общем, после попыток, еще одной попытки лечения, ну, он, значит, где-то в течение года сгорел. Как говорится, вот. То есть все было разлажено, как бы от самых лучших побуждений. Что вот он там пить перестанет, и что он перестанет пить? Он дураком быть не перестанет. Таким. Как это сниженным интеллектуально? Что у него от этого наладится? Почему нужно именно вот так страстно бороться с этим человеком, который... Ну, как-то живет он. Вот. То есть... Ну, и опять-таки, сам я в этот процесс, понятное дело, тоже не стал вмешиваться, потому что я же не знаю, а как оно будет, а что будет. Вот. Но, в общем... То есть... Ну, есть вот эти какие-то лозунги, с которыми люди пограничного склада, а пограничный склад – это как бы кто? Это у нас те, кто рядом с потребителями. То есть или сами потребители, или те, кто рядом. И они пытаются справиться пограничным же способом. То есть приведя, соответственно, жизнь человека к какому-то идеалу, к чему-то такому, чего, в общем, в этой жизни-то и не найти. Вот. И в результате это только-только разрушает, только ухудшает. Это вот все безумные идеи о том, что вот совсем ввести сухой закон. Ну, понятно, что есть у нас группы, которые производят алкоголь, группы, которые с ним работают. И для них, если какой-то продукт массового потребления совсем запрещен, это золотое дно. То есть цены на него могут расти, производство никак не контролируется, распространение становится иллегальным. Но если это массовый продукт, то, понятно, приносящим бешеный доход. То есть все это, вот, история, соответственно, вот, ну да, американского этого сухого закона. То есть как поднялись, собственно, преступность, мафиозные кланы и так далее, как вообще жизнь стала регулироваться другим способом. То есть в этом смысле стандартная ошибка вот человека, который находится в таком пограничном состоянии, это попытка сделать рай из реальности. Ну, опять-таки, вот по интернету сейчас ходит хорошее такое описание экспериментов, да, что бывает в раю. То есть когда, соответственно, решили сделать рай для мышей и посмотреть, а что там будет. Ну вот и там описано полная деградация и распад этого самого рая. Ну, потому что есть все, потому что есть и хорошее, и плохое. Вот. И потому что если что-то возникло, то оно не от того, что вот... Ну что, сильно упали доходы табачных компаний от того, что тут у нас везде написано, что не пользуйтесь жизнью, она убивает. Ну и масса каких-то вот этих вот диких вещей, связанных с запретами, связанных с запретами, например, и с вопросом, связанным с запретом или регулированием, ну, скажем, с наркотиками, как обходиться. Опыт показывает, что для криминальных структур выгоднее запрет и жесткая борьба. Причем чем больше туда продуктов, чем больше всего занесено, тем лучше, соответственно, для вот этой криминальной части. Чем более легализовано, тем хуже криминальности, потому что тогда уже нет смысла развивать всю эту криминальную сторону вопроса. Тем более, что как бы в этой войне, как во всякой пограничной войне, в общем, совсем не разберешься, где друг, где враг, что за, что против, кто подначивает. То есть все там совершенно мутно. Ну, пример этой мутной истории, относящийся, соответственно, к моменту после распада Советского Союза, вот такого тоже искусственного, и, соответственно, вот какой-то моей этой части наркологической, научной деятельности в области вот этой наркологической. Вот, кстати, связанной действительно с поддержкой сильно 12-шаговой программы, вот, потому что это такой интересный вирус, который помогает, в общем, справляться. Который, ну так, вирус в кавычках. То есть некий такой психотерапевтический вирус, который внесен просто в социальную среду и самоорганизуется таким способом. Интересная программа, правда. По телевизору вдруг, значит, по первому каналу, еще по ряду каналов, идет такая, как бы сказать, реклама здорового образа жизни, но точнее про опасности, что вот есть такой вообще злой, нехороший наркотик, кокаин, который вот так-то, так-то употребляет, который, значит, соответственно, вот очень разрушает и приводит к таким-таким ужасным последствиям. Вот. А так вот, это крутится на следующем фоне. Поскольку я работаю в этой области, фон я знаю, что кокаина-то в стране нет. В принципе, купить сейчас на рынке невозможно. И вот в течение предыдущих 10 лет рынок от кокаина очистили. То есть там вот этих поставок не было. И тогда что дальше у меня в моих конспирологических мозгах случается? Потому что паранойя – это интересный способ развлечения для всякого шизоида. Вот. Я думаю, ага, видимо, готовится к сбросу большая партия кокаина. Либо, соответственно, да, прорабатывается, ну, какой-то канал поставки. И соответствующие владельцы этого канала дают рекламу, чтобы люди как бы типа «Готовьтесь, ребята, сейчас вот будет». Правда. Правда, так и случилось, так и сработало. И тогда моя конспирологическая часть удовлетворенно там потерла себя по животику. Все, ну, хорошо, правда. Ничего просто так не бывает. Вот. А только я что-то не понимал, что это такое происходит. Вот. Ну, и то, что касается вот этой вот агрессивности, повторяющихся драк и так далее, это, ну, понятно, да, собственно, посмотрите по поведению вот и химически зависимых, и, соответственно, вообще психопатов вот из этой области. Ну, все так и есть. Спасибо. Спасибо.